Здравствуйте! Шотландия испугалась ответственности и отказалась от независимости. На Украине хрупкое перемирие получило документальную основу. А молдоприднестровские отношения напряжены как никогда раньше. Это вовремя. Точка отчета. Я Андрей Малеванный. Сегодня вы увидите. От неуверенных малых шагов к обострению отношений молдоприднестровский диалог зашел в тупик. Классическая налоговая система не прихоть, а необходимость. Вместо простоя и разрушения работы и развития. Ситуация на госпредприятиях. Как обеспечить безопасность на дорогах в условиях быстро растущего трафика. Такого не могут даже настоящие птицы. Что вытворяют асы на авиашоу. Это уже ставшие историческими кадры из Рыбницы. Их можно считать в каком-то смысле символическими. Взрывчатка, которую установили российские спасатели, за доли секунды разрушила старую переправу, соединявшую берега Днестра. Односторонние действия, предпринятые в последнее время Кишинева, могут возыметь такой же эффект. Разрушить хрупкую стабильность в отношениях сторон. Возбужденные уголовные дела, предпосылки для возобновления телефонной войны привели к тому, что результативность переговорного процесса сошла на нет. Кишинев. Офис миссии ОБСЕ. По уже сложившейся традиции, политические представители после встречи дают комментарии не вместе, как раньше, а по отдельности. В общем, дипломаты сходятся в оценках. В последнее время двусторонние отношения охладели. Отношения между Приднестровьем и Молдовой достаточно серьезно напряжены. Я бы сказала, напряжены, как никогда раньше. Между тем, это не значит, что такие встречи не нужны, потому что если мы не будем встречаться, мы не только не будем разрешать существующие проблемы, но мы не сможем понять настроение друг друга относительно наших совместных дальнейших действий. В том, что касается причин напряжения или охлаждения отношений, здесь мнения расходятся. В Молдове на одних должностных лиц Приднестровья завели уголовные дела, другим устраивают тщательные обыски в аэропорту. Продав новые лицензии, местным операторам связи создали предпосылки для возобновления телефонной войны. Несмотря на все это, главный молдавский переговорщик предложил первым делом обсудить вопрос отказа в выдаче аккредитации на территории Приднестровья одной из молдавских телекомпаний. Это недопустимое ограничение прав журналистов на доступ к информации и право граждан на получение информации от СМИ. Яркая эмоциональная окраска выступления молдавского дипломата отвлекает внимание от сути дела. Молдавскому телеканалу отказали в праве работы в Приднестровье за нарушение правил аккредитации. Отказ в аккредитации дается в связи с распространением заведомо ложных сведений, оскорбляющих честь и достоинство отдельных представителей. Если это было не провокацией, а недоразумением, дается опровержение, приносятся соответствующие извинения и вопрос может быть урегулирован. В феврале 2014 года съемочную группу первого Приднестровского телеканала без объяснения причин не пустили на референдум в Гагаузию. В Тирасполе заинтересованы в установлении четких правил работы Приднестровских СМИ на территории Молдовы. Отсутствие таких правил приводит к тому, что решать вопрос о том, может или нет приднестровский журналист приехать в частности в Кишинев или, например, в Гагаузию, решается на уровне полицейского дорожной службы, что, конечно, недопустимо. Тему работы СМИ хоть и нельзя назвать несерьезной, но, по сути дела, она отвлекает внимание от более важных вопросов, например, функционирование телефонной связи. В Молдове продали местным операторам лицензии на оказание услуг на частотах, где уже много лет работает приднестровская компания. Если оставить экспертов и дать им возможность выработать такие решения, чтобы они не затрагивали чувствительных политических зон, тогда они эти решения найдут. Мы предложили организовать встречу экспертов совместно с политическими представителями для того, чтобы определить наши дальнейшие шаги, потому что на уровне экспертов, к сожалению, дискуссия зашла в тупик. Сегодня эксперты не могут работать в нормальном режиме. На руководителей некоторых экспертных групп со стороны Приднестровья в Молдове возбудили уголовные дела. Я так полагаю, что и обсуждать здесь нечего, их нужно просто отменить. В конце года заканчивается срок действия протокола о грузовом железнодорожном сообщении по территории Приднестровья. Вопрос продления соглашения один из самых актуальных. Сейчас молдавские различные структуры рассматривают этот вопрос. Мы направили всем эти документы для того, чтобы получить их заключение и, соответственно, будем принимать решение. Правда, какое решение по этому вопросу будет принято в Кишиневе, пока непонятно. Возможно, проблема зависнет до тех пор, пока в Молдове не пройдут парламентские выборы. Некоторые эксперты связывают кризис в отношениях сторон именно с начавшимися в Молдове электоральными процессами. Впрочем, официальный Тирасполь рассчитывает на благоразумность коллег. Когда есть конструктивный дух, когда есть политическая воля, когда есть готовность действовать в соответствии с согласованными принципами, как равные партнеры, уважающие друг друга, стороны просто воздерживаются от тех односторонних шагов, которые могут сорвать это общение. На этой неделе в Молдове официально стартовала предвыборная кампания. Голосование за новый состав парламента назначено на 30 ноября. На выборы планируют потратить более 50 миллионов леев. Я направил в ЦИК список партий, зарегистрированных в избирательной кампании. В списке 42 партии, которые могут участвовать в предстоящих выборах. До 30 сентября партии должны предоставить в местный ЦИК списки кандидатов в депутаты. Несмотря на то, что до голосования еще больше двух месяцев, предвыборная агитация уже идет полным ходом. На улицах митинги, плакаты и билборды с рекламой партий. Против европейской интеграции и за то, чтобы Молдова была в таможенном союзе. Главное политическое событие недели – референдум о независимости в Шотландии. Казалось, на «за» и «против» разделились не только шотландцы, но и весь мир. Но, похоже, новое государство доставило бы слишком много хлопот и существующему мировому геополитическому порядку, и самой новой независимой стране. В итоге шотландцев, которые решили не рисковать, оказалось больше. С перевесом в 10% победили противники независимости. Мы упустили свой шанс. Мы так надеялись, что как независимое государство мы сможем многого достичь. Это позор. Я думаю, что Разъединенное Королевство было бы не самым лучшим местом. Вместе нам лучше. Впрочем, не важно, как закончился референдум. Важно, что он прошел, и его результаты были признаны мировым сообществом, считают в Приднестровье. Я рада, что в Шотландии люди получили право высказать свою волю. Я считаю, что это очень важно для современного мира, когда то или иное решение опирается именно на волю людей. И заметьте, эта воля учтена мировым сообществом. Очень хотелось бы, чтобы по отношению к Приднестровскому волеизъявлению было проявлено такое же внимание, и были применены такие же международные принципы и стандарты демократии. Тем временем, мирные инициативы по урегулированию ситуации на востоке Украины получили позитивное развитие. В Минске участники контактной группы по Украине подписали меморандум. Документ предусматривает конкретные шаги по укреплению мира. Меморандум поставит точку. Будет полное прекращение огня, развод войск на линии до 30 километров, отвод тяжелого вооружения. Мы считаем, что все подписание сегодняшнего меморандума даст шанс нормально для всех жителей чувствовать себя в полной безопасности. Каждое вооружение имеет свое ограничение по дальности. И вот это позволит, надеюсь, прекратить огонь более качественно. Меморандум предполагает создание 30-километровой зоны безопасности. Вооруженным силам сторон предписано оставаться на нынешних позициях и запрещено вести наступательные операции. Политические вопросы на встрече в Минске не обсуждались. Основная наша задача на сегодняшний день в кратчайшие строки выстроить вертикаль власти, начиная от местных советов и заканчивая с Верховным Советом Донецкой Народной Республики, так как в Уландской Народной Республике. Выбор Украины на территории Донецкой Народной Республики и Уландской Республики не будет. Никаким. Мирными инициативами недовольны ястребы в Киеве и их хозяева в Вашингтоне. Петру Порошенко уже намекнули, если он будет продолжать в том же духе, то закончит, как предыдущий президент Украины Виктор Ющенко. Андрей Малеван и Роман Донец. Точка отчета. Как преодолеть негативные тенденции в экономике? Ответ на этот и другие злободневные вопросы, стоящие перед государством, на этой неделе искали на экспертных слушаниях в ПГУ. Пришли к выводу, чтобы решить многие проблемы, стране нужны деньги. Для этого предлагается изменить нынешнюю налоговую систему. Она сейчас наполняет госбюджет лишь на 60%. Однако есть и несогласные с этой инициативой. Например, на неделе депутаты не одобрили проект закона о введении налога на имущество юридических лиц. Поэтому любые реформы в республике проходят с трудом. Но и оставлять ситуацию, когда государство еле справляется с выполнением своих обязательств без изменений, тоже нельзя. В Приднестровье уже не первый год наблюдаются негативные тенденции в экономике. Во многом они связаны с внешней ситуацией. Однако эксперты указывают и на проблемы внутри страны, которые можно разрешить. Как это сделать, на неделе пытались выяснить в Приднестровском госуниверситете. Здесь прошли специальные экспертные слушания. Их организовало Министерство экономического развития. Тема круглого стола очень важна для развития всех абсолютно сфер жизни Приднестровья. И я рада, что сегодня совместно мы сможем выслушать экспертов, обсудить текущие проблемы и выработать предложения для принятия управленческих решений. Президент Евгений Шевчук выступил с инициативой объединить силы всех органов власти, практиков, теоретиков, чтобы разработать социально-экономическую стратегию республики. Мероприятие в ПГУ стало примером того, когда между законодательной и исполнительной властью, а также общественностью и экономическими агентами Приднестровья состоялся открытый обмен мнениями. Мы столкнулись в течение последних лет с тем, что все-таки для того, чтобы даже несмотря на все кризисные явления, которые есть, на все ограничения внешние, внутренние, на отсутствие ресурсов и так далее, все-таки необходимо для нормального развития иметь какую-либо модель, какую-нибудь, скажем так, программу развития. Напомню, что для Приднестровья уже были разработаны различные программы развития. Практически всегда в них говорилось о необходимости изменения налоговой системы в государстве. В Министерстве экономического развития предлагают сделать ее классической. Она должна быть аналогичной российской и предусматривать налоги на добавленную стоимость, прибыль и на имущество. Появилась идея о переходе на систему европейскую, российскую. И ЕС, и Еврозес имеется эта налоговая система на базе НДС, налога на прибыль, налога на имущество. Является ли это тем решением, которое вытянет нас? В результате вот этой налоговой системы, которая у нас сложилась, у нас большая нагрузка основная на прямые налоги на промышленности легла. Нынешняя налоговая система не отвечает современным тенденциям. По ней Приднестровье не может стать экономически самодостаточным государством, говорит глава Министерства экономического развития. Он напомнил, что сегодняшняя система налогообложения наполняет госбюджет лишь на 60%. Пронуждают страну, ну честно говоря, чуть ли не стоять, протянутой рукой с точки зрения ребят. Если нам кто-то не поможет, то мы страна банкрот, наши пенсионеры без денег, наши учителя и врачи без зарплат, наши больные без лекарств. Это система, которая на сегодняшний день устраивает. Она на сегодняшний день, ее надо сохранить. А новая налоговая система, которая в принципе позволит экономически состояться государству, она утопична. Несмотря на то, что в странах с таким же уровнем ВВП на душу населения, страны живут в бездефицитном бюджете. И есть предложение ничего не менять. Остаться в этой налоговой системе и остаться также с проблемами киневого рынка, с проблемой не на полносе бюджета, с проблемой в итоге вытекающей социальной сеткой, зачем нам менять, когда у нас все и так плохо. Вот очень много логика наших большого количества общественных деятелей, зачем нам менять, если у нас и так все плохо. Около 40% преднестровской экономики находится в тени, говорит Владимир Артеменко. В основном это малый бизнес. Кроме того, в ходе конференции приводили пример стран, где действует НДС. Сейчас налог на добавленную стоимость есть в Молдове. Там в течение нескольких лет была нулевая ставка налогов на прибыль. Это позволило молдавским производителям создать новые рабочие места, инвестировать в производство. Все реформы, которые на сегодняшний день улучшат ситуацию в экономике, в стране, в бизнесе, они разноплановые. Реформа ЖКХ, тоже, которую сейчас мы услышим, что им нужны дополнительные деньги, чтобы провести реформу ЖКХ. Это социальные какие-то реформы, тоже получим какие-то вопросы, связанные с возможностью финансирования. Но это касается отдельных сегментов рынка. Налогов касается все. Поэтому первая реформа, которая нужна модернизация, это налоговая. Первая, которая касается всех граждан, всех предприятий и бюджета. Это основная базовая проблема. Однако налоговые реформы в Приднестровье проходят с трудом. На неделе в Верховном Совете депутаты рассматривали инициативу президента. Глава государства предложил ввести налог на имущество юридических лиц. Поступление от него планировали направить на восстановление ЖКХ. Президент говорил, если у депутатов есть какие-либо иные источники решения данной проблемы, то с удовольствием мы их рассмотрим. Но пока, к сожалению, других вариантов не поступало. В Приднестровье 2730 многоквартирных жилых домов. Их основная доля была сдана в эксплуатацию свыше 30 лет назад. Сейчас в критическом состоянии находится вся инфраструктура городов и районов. Физический износ жилого фонда республики составляет порядка 60%. Своевременный и регулярный ремонт не производится из-за отсутствия денег. Сегодня капитальный ремонт выполняет у нас только Террасполь. Больше ни в одном городе республики данные программы не выполняются. То, что касается по ремонту крыш, да, в городе Каменке ремонт выполнен всего на двух домах. Кровель. Согласно тех финансовых возможностей, которые есть. А то, что касается по износу, да, у нас сегодня Террасполь и Бендеры. Самый высокий процент износа это в пределах 70 и 72%. Коммунальные проблемы надо решить до 2016 года. К этому времени по закону жители должны определиться с формой управления жилым фондом. То есть, когда многоквартирные дома передадут в управление людей, важно, чтобы к этому периоду жилье было в нормальном состоянии. Однако в Верховном Совете считают, что в сфере ЖКХ все не так плохо. По имеющейся у депутатов информации, основные работы проводятся в необходимом объеме. Зачитываю. Физический износ жилищного фонда в республике составляет порядка 70%. Поверьте мне, это неправда. Если бы так было, то город Террасполь нужно было бы уже сносить. Нужно приводить в порядок кровли, нужно швы закрывать, внутридомовые сети делать. И на самом деле это делается. В 2013 году в Террасполе было отремонтировано капитальным ремонтом 10% кровель. В Каменском районе вообще написано, что 50% всех кровельных квартирных домов было отремонтировано. В Дубосарском тоже 10%. Кстати, 10% нормативный уровень. В законопроекте о налоге на имущество юридических лиц был предусмотрен целый ряд льгот, в том числе для у нас созданных предприятий. Правительстве были готовы обсуждать и саму ставку, то есть величину налога. Но до этого не дошло. Большинство депутатов считают, что любые дополнительные сборы губительны для бизнеса. С введением в 2015 году минимальной ставки налога на имущество юридических лиц, налоговая нагрузка в целом на экономику государства, то есть все налоги к валу внутреннего продукта увеличатся всего на 0,3%. Несмотря на то, что ранее депутаты сами высказывались за ведение классической системы налогообложения, первый шаг по переходу к ней, налог на имущество для юридических лиц, депутаты не одобрили. Тем не менее, глава государства будет настаивать, чтобы налоговая система в Приднестровье была такой же, как в России, то есть понятной и удобной для наших основных партнеров. В Министерстве экономического развития снова напоминают, что государство – это естественная монополия по производству общественных благ, безопасности, правопорядка и всего остального. Источником их оплаты являются только налоги. Другой механизм в мире еще никто не придумал. Поэтому от результатов налоговой реформы будет зависеть судьба Приднестровья как экономически самодостаточного государства. Александр Лагутин, Точка отчета. С 2012 года в Приднестровье появился крупный комплекс государственных производственных предприятий. В основном их имущество возвращалось в госсобственность за долги бывших владельцев. Во многих случаях бывшие собственники проводили финансовые махинации, в результате которых заводы и фабрики становились должниками и уже не могли продолжить работу. А деньги выводились за пределы республики. У каждого такого предприятия своя судьба, но в чем-то их истории похожи. Каково же сейчас положение дел на уже государственных заводах и фабриках? На каких из них начался выпуск продукции, а в каких производственные и финансовые сложности так и не удалось решить? Ситуацию в госсекторе обсудили на специальном совещании у президента республики. Тираспольский мясокомбинат. Это предприятие возвращено в госсобственность позже других, в начале этого года. К тому времени оно было на грани остановки. Директор говорит, что собственники уже планировали прекратить производство и ликвидировать предприятие. За полгода на предприятии произошли очень серьезные изменения. Во-первых, предприятие возобновило производство теми темпами, которые были в докторизационный период. Рост производства составил от 50% в период до перехода на государственную собственность. Электромедельцам больше. Внушительные долги по зарплате, налоговым и прочим платежам в бюджет. Все это было даже на тех предприятиях, которые сейчас считаются вполне успешными. 2011 год это был практически провальный для хлебзавода. Убытки строились по итогам 2011 года чуть более 2 миллионов. При этом трехмесячная была задержка по зарплате. Тут доходило до того, что практически люди бастовали. Переход в госсобственность означает, что государство берет на себя все долги предприятия, которые часто больше стоимости самого объекта. То есть государство получило старое оборудование, еще более старые цеха и огромную задолженность, которая висит на всех этих активах. Их можно было и не переводить в госсобственность. Но что происходит, если по финансовым обязательствам не отвечает никто? Обычно имущество уходит с молотка. Станок отдельно, транспорт отдельно. Вырученных денег может и хватит на выплату долгов по зарплате, но предприятие прекращает свое существование. Люди оказываются на улице, на продолжение работы им рассчитывать не приходится. Это, конечно, худший вариант, но он ждал, если не все, то точно многие предприятия, которые сейчас находятся в госсобственности. Государство сохранило производство, но наладить на них работу очень сложно. Предприятие, когда оказалось без средств, без рынков, без вложений, без инвестиций, соответственно, конечно, нам достались предприятия изначально проблематичные, с большими долгами по заработной плате, с большими долгами по налоговым платежам, и, соответственно, полностью потеря всех рынков, соответственно, потеря квалифицированных работников. Все это, конечно, сказалось на тех проблемных предприятиях, которые у нас сегодня есть. Ситуация на государственных предприятиях. Президент часто проводит совещания на эту тему. Положение госсектора довольно интересное. На одних производствах в разы увеличен выпуск продукции, объемы производства, налоговые платежи. Например, Каменский консервный завод сейчас бьет рекорд за рекордом. За два года он в 14 раз увеличил объемы производства и вышел на максимальные для постсоветского времени показатели. Трудимся с большим настроением. После того, как мы перешли в госсобственность, уже второй сезон завод работает ритмично и без перебоев. За 7 месяцев 2012 года было произведено 201 тысяча условных банок. За 7 месяцев 2014 года произведено 8 миллионов условных банок. Если говорить в текущих ценах, то тогда было 752 тысячи рублей. На сегодняшний день у нас 35 миллионов. В 2012 году у нас было около 60 постоянных работников. Сейчас у нас 238 штат. Бендерский комбинат хлебопродуктов – самое крупное предприятие в Приднестровье по хранению и переработке зерна, производству муки и круп. Работники говорят, до перехода в госсобственность в этих элеваторах было не больше 25 тысяч тонн зерна, а сейчас 120 тысяч. Хранилища заполнены. С момента перехода предприятия нами были начаты масштабные работы по ремонту элеватора каннелюрного типа. Была восстановлена железнодорожная ветка. Организована еще одна точка погрузки. Посредством льготного кредитования мы приобрели новый мельничный комплекс, позволяющий нам перерабатывать порядка 70 тонн зерна в сутки. Вместе с комбинатом хлебопродуктов хорошо развиваются рыбницкий и бендерский хлебокомбинаты, где непосредственно выпекают хлеб. Но такая ситуация не во всем госсекторе. Практически простаивают бендерский завод электроаппаратура, речной порт и автосборочный завод. В отличие от предприятий агропромышленного комплекса, например, сборщикам агрегатов для большегрузного транспорта, сложнее возобновить производство. За 2013 и 2014 год проведена работа в части работы по рынкам сбыта готовой продукции. Сегодня мы работаем над заказами с Российской Федерацией по изготовлению зерновозов, трубовозов. То есть в дальнейшем планируем, что данные заказы позволят нам возобновить работу данного предприятия. На ряде проблемных предприятий долги по налогам и зарплате исчисляются миллионами рублей. На это обратил особое внимание президент. К сожалению, получая такие кредиты, те собственники прошлого не вкладывали в эти предприятия. Предприятия, как оказалось, нуждаются опять в инвестициях, опять нуждаются в кредитовании и так далее. Но, несмотря ни на что, есть у нас позитивные моменты по самим предприятиям, есть и негативные, потому что, в первую очередь, нет ресурсов для того, чтобы их в должном объеме поддерживать. Особое внимание президент уделил тому, что зарплата на всех государственных предприятиях, она должна быть достойна, она должна быть увеличена и доведена до среднего уровня зарплат, которые сегодня есть в коммерческих структурах. Президенту сообщили, на биохимзаводе ведется модернизация, которая уменьшит производственные расходы. Швейная фабрика «Адема» и впервые за многие годы рыбницкий хлебокомбинат стали работать с прибылью. Глава государства поручил расширять рынки сбыта и повышать конкурентоспособность предприятий. Президентам было указано правительству в кратчайшие сроки провести рабочее совещание, на котором выработать критерии, которые будут нацелены прежде всего на стабилизацию экономических показателей по всем государственным предприятиям, на увеличение объемов производства, на улучшение качества выпускаемой продукции, на увеличение роста заработной платы и расширение рынков сбыта. И еще о роли госпредприятий. В 2012 году они, еще будучи частными, заплатили налогов на 10 миллионов рублей. В следующем, в 2013, уже 20 миллионов. А за первые шесть месяцев этого года – 15. То есть, если ситуация не изменится, за двухлетний период те же предприятия увеличат отчисления в бюджет примерно в три раза. Степан Бугаев, проект «Точка отчета». Почти пять месяцев прошло с момента, когда в силу вступил новый кодекс об административных правонарушениях. Большое внимание его изучению уделили водители, ведь по новым правилам наказания стали строже, а штрафы в разы больше. Подействовали ли такие изменения на соблюдение дорожных правил, как следят за нарушениями, а также об увеличивающемся с каждым годом числе автомобилей в нашем следующем сюжете. Кого следует пропустить, кому уступить или какая скорость разрешена на этом участке? Всего 20 вопросов, которые отделяют этих людей и еще пешеходов от возможности называться водителями. Уже вскоре большинство сдавших экзамен в ГАИ из-за экранов мониторов пересядут за руль собственных автомобилей. С каждым годом желающих получить водительское удостоверение становится все больше. Только в прошлом году автошколы, а их в республике 33, выпустили более 14 тысяч автомобилистов. Наташа до автошколы машину никогда не водила. С теорией и практикой на экзамене справилась. Рассказывает, что теперь впереди самый главный экзамен, когда ни инструктора, ни инспектора на соседнем сидении не будет. Легко выучить и сдать, да? Вот водить, сама дорога, атмосфера, ты должен в нее войти. И, во-первых, в первую очередь не нервничать. В первую очередь страшно, потому что некоторые там подрезают, знаете, поворот не включил или еще что-то. В ГАИ рассказывают, ДТП с неопытными водителями обычно немного, потому что ездят они по правилам. Хуже, когда ими начинают пренебрегать. Статистика. За 8 месяцев 2014-го госавтоинспекторами выявлено около 56 тысяч нарушений правил дорожного движения. Почти на 6 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это при том, что в апреле в действие вступил новый кодекс об административных правонарушениях, где наказания за несоблюдение дорожных правил стали намного строже. Например, штраф за непристегнутый ремень 157 рублей, в 10 раз больше, чем было раньше. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии на водителей будет наложен штраф от 1,5 до 3 140 рублей с лишением права управления транспортным средством до двух лет. Задержано 1597 водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Совершено 140 учетных ДТП, при которых 26 человек погибло, 161 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести. По количеству ДТП раненых имеем небольшое снижение, но по количеству погибших имеем небольшой рост. Основными причинами ДТП по-прежнему являются нарушение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Со злостными нарушителями госавтоинспекция настроена бороться решительно. В ГАИ объясняют, если в ближайшее время ситуация не изменится, то Министерство внутренних дел может выступить с законодательной инициативой об еще большем ужесточении мер административного воздействия. К нами подготовлены предложения по внесению в админкодекс об ужесточении санкций за нарушение правил проезда перекрестков, превышение скорости, нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов и перевозки пассажиров. В ГАИ уточняют, по некоторым пунктам новый кодекс все-таки дисциплинировал водителей. Одной из самых главных причин роста количества правонарушений возможно стало увеличивающееся число автомобилей, при том, что дорожно-транспортная система на такую нагрузку не рассчитана. Ежегодно у нас порядка двух тысяч транспорта регистрируется вновь в везенную на территорию республики. Дорожно-уличная сеть у нас остается та же, количество автомобилей у нас неизменно растет и растет большими темпами. На совещании при президенте Приднестровской Молдавской Республики 21 августа всего года им было дано ряд поручений в целях совершенствования организации дорожного движения и необходимости усиления контроля за соблюдением водителями правил остановки и стоянки транспортных средств в городах нашей республики. О необходимости совместно с госадминистрацией предоставить предложение по благоустройству дополнительных мест стоянки транспорта. Эта новая бесплатная парковка напротив здания правительства появилась недавно. Таких на главной улице столицы три. Они призваны уменьшить одно из самых частых нарушений стоянку в неположенном месте. Еще одно нововведение сделано для безопасности пешеходов. Это шлагбаум при въезде на набережную. Это только начало улучшения транспортной логистики столицы, объясняют в ГАИ. Что же касается остановки или парковки под знаками, то нарушителей уже не первый год выявляют дистанционно. Распознавание номеров срабатывает, распознается госномерной знак, тот же радар указывает скорость, дата, время. Инну Викторовну коллеги в шутку называют всевидящим оком. За смену инспектор ДПС фиксирует больше ста нарушений правил дорожного движения. Глазами 24 камер видеонаблюдения на этом мониторе видно практически весь город. Они установлены на самых оживленных и аварийных участках дорог столицы. Система «Безопасный город» приносит свои плоды. И только за этот год к административной ответственности привлечено 4,5 тысячи водителей на сумму более 230 тысяч рублей. И установлена причина десятков ДТП. Однако, если автовладельцев к ответственности привлечь не составляет труда, то с пешеходами дела обстоят хуже. С учетом анализа аварийности камер планируют установить еще больше. Идет плановое выявление нарушений правил дорожного движения, плюс видеомониторинг за городом. Практически 90% правонарушений идет. Это нарушение правил дорожной разметки, дорожных знаков. В последнее время это пересечение стоп-линий. Это повальные правонарушения идет. Также езда и стоянка на тротуарах, движение по пешеходным переходам. По информации госавтоинспекции, в республике зарегистрировано 180 тысяч единиц транспорта, принадлежащего физическим и юридическим лицам. Насколько количество нарушений увеличится, когда эта цифра приблизится к отметке 200 тысяч и больше, говорить пока сложно. Эту проблему попытаются решить в ближайшее время. А пока в ГАИ не устают повторять, соблюдайте правила дорожного движения. Сейчас неизбежная реклама, а после перерыва мы расскажем о редких профессиях, таких немало. О том, как борются с туберкулезом в тюрьмах, а также покажем, как летают пилоты спортивных самолетов. Некоторые птицы позавидуют. Будет интересно и познавательно. Оставайтесь с нами. Есть рейтинг наиболее редких и необычных профессий во всем мире. Этот список из года в год пополняется новыми специальностями. Так, прошлой весной в перечень самых необычных работ вошли упаковщик стеклянных стаканов и намазыватель булочек джемом. В России редко считается профессия сурдопереводчика. В Приднестровье к таким относятся действительно штучные специалисты, реставраторы и иконописцы. И, казалось бы, вполне обычные врачи-аллергологи. О тонкостях мастерства расскажет Наталья Цыку. Посмотрите на этих людей. Вы не знаете, кто они, откуда и чем занимаются. Сегодня мы все привыкли думать, что идти на работу значит обязательно в офис, и что все окружающие нас предметы просто есть. Подробности их появления в мире мы оставляем под завесой ненужного или неинтересного, не догадываясь при этом, какой увлекательной может быть жизнь человека, когда его профессия на редкость важная и к тому же остается делом всей его жизни. Человек должен быть искренним. Искренним в том, что он делает. Мне кажется, это самое главное. Правило. Профессия Виталия особенная. Он иконописец. Если у простого художника мастерство кроется в его руках и глазах, и на полотно он переносит свое видение окружающего мира, то у иконописца задача куда сложнее – отразить состояние человеческой души, не отступая при этом от канонов. Художник может написать то, что он как бы видит, то, что он чувствует, то, как бы он хотел это сказать. Иконописец вроде бы как скован некоторыми рамками, но здесь тоже есть, конечно, свобода. Но она своеобразная такая свобода. То есть тут нужно сказать то, что в рамках церковного искусства. Каноны иконописи берут свое начало с древности, когда мастерскими были кельи, а мастерами – монахи. Настоящая византийская икона создается только из натуральных материалов. Доска должна быть обязательно липовой или, в крайнем случае, сосновой. Краски тоже только из натуральных компонентов. Именно благодаря преданности древним традициям иконописцами всех времен сегодня мы можем любоваться шедеврами, датированными XIV веком. Во время работы я смотрю на древние образцы. То есть для меня как пример являются древние иконы, которые остались у нас как памятники искусства. Где-то в музеях – это естественно. Для того, чтобы видеть цвет, технику. Там определенные есть технологии наложения левка, сапавлока наклеиваются. Мастерская иконописца в корне отличается от рабочей комнаты обычного художника. Без обязательных атрибутов, кисти, красок и мольберта дело, конечно, не обходится. Но в целом это не просто помещение для созидания. Это место, где рождаются святыни. За пределами мастерской работа иконописца не заканчивается. Его руками не только создаются одни святыни, но и украшаются другие. Роспись храмов и церквей – самая сложная и кропотливая работа. Если икону можно написать за короткое время, то расписать храм, представляете, два, три, четыре года. Для этого нужно серьезное усилие. И изначально заложить во всем храме определенный цвет, чтобы через два года, когда ты подходишь к концу работы, чтобы ты не пожалел, почему ты вот так начал. Потому что как ты начнешь, оно уже тебя заставляет вести определенную нить. Несмотря на тяжесть физического труда, роспись храма дает больше воли творчеству, но тоже не без канонов. Каждое изображение должно нести с собой определенную мысль, а по окончании работы на стенах появляется целое библейское сказание. Говоря о древности, нельзя не заглянуть и в мастерскую реставратора, или, как называют его в народе, лекаря искусства. Профессиональная реставрация появилась еще в Средневековье. Тогда от мастера требовалось лишь по возможности вернуть хороший вид предметам искусства. В современной реставрации цель совершенно другая – не воссоздать, а сохранить артефакт, причем со всеми художественными или историческими особенностями духа времени, в котором он появился и существовал. Бывают иногда иконы, написанные одна, допустим, авторская живопись, потом сверху еще одну написали через несколько лет там. И бывает, что одна икона написана в XIV веке, другая в XVII веке. И приходится их расслаивать, эти две иконы, чтобы сохранить и XIV века, и XVII века. И вот когда снимают уже верхний слой, то его дублируют на новую основу, и получаются две иконы. Профессию реставратора не зря зачастую сравнивают с врачебной. У красочных пациентов болезни тоже бывают разные – от механических повреждений, сравнимых с ушибами или порезами, до практически безнадежных случаев, где требуется сложнейшая операция. Когда работа приходит в таком состоянии, кажется, что ее невозможно отреставрировать, и ты берешься, ну, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И под твоими руками начинает оно как бы оживать. Ежедневно задачей устранить повреждения сталкивается и следующий специалист. Правда, в его руках уже не предметы искусства, а живой организм человека. И от того, насколько качественно он сделает свою работу, может зависеть чья-то жизнь. Аллергия. Еще 30 лет назад это заболевание встречалось не так часто. Но в конце 20 века ситуация резко изменилась. Сегодня уже до 25% населения некоторых индустриальных районов страдает каким-либо аллергическим заболеванием. Попасть на прием к аллергологу в Приднестровье – задача не из простых. Но нам это удалось. Первое, с чего начинается прием – это беседа. Пациент рассказывает, что его беспокоит. А уже потом начинается осмотр. Кожные покровы, лимфоузлы, язык. С них аллерголог, как с открытой книги, считывает состояние здоровья человека. Во время контакта с виновным аллергеном клетка-мишень выделяет специальные антитела и медиаторы воспаления – гистамин. Вот гистамин в его высвобожении приводит к тому, что у пациента сокращаются сосуды, начинается слезотечение, зуд глаз, выделение из носа, чихание, какой-то кашель. Чаще всего он сухой, раздражительный. Если же клетка-мишень находится на поверхности кожи, то гистамин, вырабатываясь, приводит к развитию крапивницы, отека квинки, дерматита. Каждое заболевание аллергическое имеет свою программу лечения. Смотрев пациента, я могу предварительно выставить диагноз, то есть определить направление с патологией каких органов я буду работать и назначить обследование. Как правило, если пациент впервые на приеме, ему придется посетить процедурный кабинет. Кровь на анализ здесь берут специальными шприц-пробирками или вакутаймерами, тем самым полностью исключая возможность заражения чем-либо. Тем, кто боится вида иглы и крови, на процедуру лучше не смотреть. Далее кровь попадает в лабораторию, а пациент направляется обратно в кабинет к врачу-аллергологу. Еще один этап обследования – скарификационное исследование с пальцевыми аллергенами. И если последний анализ проявляет себя через 20 минут, то результат первого придется ждать не менее пяти часов. Пациенту выдают вот такой талончик. И здесь написано, что за результатами мне в понедельник. С чем бы ни была связана ваша профессия, не забывайте о том, что любая работа требует индивидуального подхода. Только тогда к ней просыпается интерес. Ну а в заключение своеобразной экскурсии в профессиональное закулисье хочется добавить. В Приднестровье все профессии нужны и все профессии важны. Наталья Цыку, Павел Божонко, Олег Коваленко и Алексей Двоенкин. Специально для проекта «Точка отчета». В каких условиях содержатся больные в учреждениях исполнения наказаний? И кто контролирует, как и какими препаратами там лечат туберкулез? А также какие проблемы испытывают не только заключенные, но и персонал медицинских центров в приднестровских тюрьмах? Александр Богатый общался с представителями Минздрава и людьми, которые по долгу профессии обязаны не допустить распространения этой болезни среди населения. На базе учреждения исполнения наказаний номер 3 расположен медицинский сектор. Здесь содержатся заключенные с открытой формой туберкулеза, которые требуют особого лечения. На стационаре сейчас находятся 12 осужденных. Врачи говорят, в тюрьмах лечение больных проходит даже легче, как раз из-за их закрытого режима. Здесь пациенты всегда находятся под присмотром. А для того, чтобы исцелиться от туберкулеза полностью, необходима длительная терапия. Не все выдерживают полную схему лечения. Лечение туберкулеза самого простого, даже если это очагок, который до 1 см в диаметре составляет 6 месяцев. А если это устойчивая форма туберкулеза, то от 18 месяцев и более. У нас есть пациенты, которые лечатся 5 лет. 5 лет человек вынужден принимать препараты. Но тем не менее, если человек желает излечиться, слышит врача и выполняет все предписания, он выздоравливает и никогда больше не возвращается к нам. Для нужд пациентов в тюремной больнице всегда находится недельный курс препаратов. Остальной запас медикаментов хранится на складе. За их наличием и соответствием срокам годности регулярно следят эксперты Министерства здравоохранения. На сегодняшний день здесь имеется полный комплект препаратов для лечения пациентов по стратегии ДОЦ+. По стратегии ДОЦ у них также имеется комплект препаратов, которые необходимы для лечения пациентов. Стратегии ДОЦ и ДОЦ+, это стратегии, которые рекомендованы в ВОЗ для всех стран. И они предусматривают под собой, название само подразумевают под собой, короткий курс лечения, строго контролируемого лечения. По словам врачей, многие люди считают, что от этой болезни вылечиться полностью невозможно, а также, что именно в пенитенциарных учреждениях ее проще всего подхватить. С начала 2000-х в нашей республике используются специальные системы лечения ДОЦ и ДОЦ+. На сегодняшний день фтизиаторы добились того, что два пациента с самой сложной формой туберкулеза, открытой, перестали выделять опасные бактерии и находятся на стадии выздоровления. В основном больные у нас поступают с гражданского сектора уже с туберкулезом. Качественная примера, то, что тюремная система не является рассадником туберкулеза, случаи за первые полгода 2014 года, вновь выявленных, порядка восьми. При общем количестве больных более семидесяти. В медцентре тюрьмы больных распределяют по типам и формам туберкулеза, поскольку учреждение находится в черте города, а также, чтобы уберечь от заражения персонал и здоровых осужденных, в помещении изолятора установлена специальная вентиляционная система. Она фильтрует воздух в палатах и препятствует попаданию опасных бактерий в окружающую среду. С виду это обычная больничная палата. Единственное отличие – отсутствие ручки на двери. Врачи говорят, здесь нет разделения на простых больных и заключенных. Мы лечим человека, мы не лечим осужденного или простого человека. Это не имеет никакого значения. Туберкулезу абсолютно все равно, с какой стороны колючей проволоки ты находишься. Представители Минздрава и пенитенциарных учреждений нашей республики тесно сотрудничают с международными организациями. На неделю в Тирасполь приезжали делегаты из Совета Европы. На встрече говорили не только о соблюдении гражданских прав заключенных. Эксперты интересовались, в каких условиях трудятся медики и обслуживающий персонал тюрем. Здесь рассказали, что система исполнения наказаний сегодня испытывает серьезную нехватку медперсонала, а врачи, которые и есть, нуждаются в постоянном повышении квалификации. Пенитенциарный сектор не престижен, поэтому в среднем нехватка персонала составляет более 40%. По врачам нехватка составляет 60%, то есть менее половины. Огромная нагрузка на врачей пенитенциарного сектора обеспечивает достаточно пробелы иногда не в собственном влечении, а в вопросах диагностических раннего выявления, позднего выявления. Для восполнения пробелов в знаниях приднестровские медики уже выезжали в прошлом году на специальный тренинг в Россию. На примере томской тюрьмы врачи ознакомились с тем, как там борются с туберкулезом. Сейчас представители пенитенциарной системы и гражданской медицины Приднестровья пригласили в Баку на очередные курсы повышения квалификации, где они получат возможность обменяться опытом со своими коллегами. Там они смогут увидеть, как в нескольких учреждениях исполнения наказаний лечат пациентов с различными формами и видами инфекционных заболеваний. Александр Богатый, Алексей Двоенкин и Юрий Прошичев. Специально для проекта «Точка отчета». Летать как птица. Об этом человек мечтал с тех самых времен, как в нем появилось сознание. Со временем люди покорили небо. Сначала это были неуклюжие и опасные летательные аппараты, но на достигнутом никто не хотел останавливаться. Десятки лет работы инженеров-конструкторов и пилотов-испытателей теперь уже птицы сторонятся проносящихся мимо самолетов. В Кишиневе отметили годовщину создания гражданской авиации. По случаю праздника в аэропорту организовали авиашоу. На земле зрители ожидала выставка спецтехники, где каждый желающий мог буквально пощупать крылатые машины. В небе в то же время работали летчики АСА, демонстрируя фигуры высшего пилотажа и мастерство группового маневрирования. Александр Кожухарь поделится впечатлениями. Первое, что видят посетители ежегодного авиашоу – раритетный самолет. Вот своеобразный победитель в забегах на дальние дистанции с пассажирами – Ил-18. Один из его пилотов Владимир Руссу рассказывает – это уникальная машина для того времени. Во-первых, его отличает дизайн. Конструкторы смогли найти удачное сочетание грации линии и надежности крылатой машины. Советским летчикам так понравилось творение Илюшина, что они дали ему прозвище – лайнер. Очень надежный. Конечно, это не сразу все это было. Надежность добились. Прошло, может быть, лет 10, когда уже они стали, будем говорить, глубоко серийными и хороших, будем говорить, результатов с точки зрения безопасности добивались. Конечно, были неприятности всякие, как с любым самолетом, но он считался одним из самых надежных лайнеров, хотя и турбовинтовой. А в это время летчики-асы показывали зрителям, как, казалось бы, неуклюжие на земле машины сразу преображаются, поднявшись в небо. Нарушая все законы физики, они носятся на огромных скоростях не только вверх брюхом, но и практически боком. Но вернемся на землю. Рядом с гигантами Ил-18 и Ту-154 маленькие прогулочные и тренировочные самолеты. Один из них – Cessna 150. Данная модель сошла с конвейера в 1972 году. Но под чутким присмотром пилота Федора Лонгу и правильным обслуживанием в свои 42 машина выглядит как новая. Один раз полетал на маленьком самолете, чаще всего влюбляюсь в это, и это хватает на всю жизнь. А это, мне кажется, один из самых хороших случаев. С этим мнением согласен и Андрей Булига. Только свое предпочтение мужчина отдает дельтаплану. Он говорит, ощущение свободы полета могут дать только крылья. При этом современный Икар отмечает – в небе много опасностей для дельтапланериста, и самая большая из них – облака. Они кажутся такие пушистые, добрые, но на самом деле внутри не так уж и приятно. Они всасывают прямо как пылесос. И могут поднять на такую высоту, что человек не выдержит такое давление. Гипоксия, гипотермия. Можно замерзать там внутри. Там страшно. Каждый пилот в небе пытается выложиться по максимуму. Вот группа делает горизонтальный штопор, а здесь, собравшись воедино, команда расходится, как лепестки на раскрывшемся цветочном бутоне. Фигуры высшего пилотажа, безусловно, стали жемчужиной аэрошоу. Пилоты говорят, для того, чтобы слаженно действовать в воздухе, нужны многочасовые тренировки здесь, на земле. За полетами и помимо зрителей наблюдают другие пилоты. Олег Иванец говорит, наблюдая за работой воздушных асов, он как бы перенимает опыт. Но повторить подобные трюки пока не решается. Дело в том, что на авиасимуляторе отработать их можно без проблем. Но одно дело тренировочные полеты, а другое настоящие. Здесь, как говорят, не пытайтесь повторить это самостоятельно. В зависимости от погодных условий, в зависимости высоты, в зависимости от атмосферного давления, очень много факторов, которые не позволяют выполнить с простостью, как это делается на симуляторе. На смену винтовым машинам пришли реактивные самолеты. Прибалтийская команда «Балтийские пчелы» показала, как с помощью двух самолетов можно нарисовать в небе сердце. Зрительницы говорят, получилась милая Валентинка. Но самым зрелищным полетом можно назвать показательное выступление пассажирского лайнера на сверхмалых высотах. Несмотря на то, что Airbus – это самолет пассажирский, финты в его исполнении смотрятся не менее зрелищно. Незаметно наступил вечер. Над аэродромом начало спускаться солнце. В это время вылетело еще три самолета. Они продемонстрировали импровизированный воздушный бой, где один пилот, исполняющий роль истребителя, гонял два бомбардировщика. Александр Кузухарь, Алексей Двоенкин. Проект «Точка отчета». На этом очередная «Точка отчета» пройдена. Какой будет предстоящая неделя, мы расскажем в следующее воскресенье. Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok